Андрей Краско, звезда сериала Агент национальной безопасности, любимец многих женщин. Харизматичный актер легко влюблялся, но и также быстро бросал дам ради новой пассии. Первая роль в большом кино была в 1979 году, в фильме Личные свидания. Краско снялся в таких кинокартинах, как Псы, Глухарь, Брат, Бандитский Петербург, Диверсант, Девятая Рота, Жмурки, Турецкий Гамбит, Сволочи и в других. Проблем с женщинами у него не было, но были большие проблемы с алкоголем. Алкоголь стал причиной многих проблем. Самое обидное, что его долгожданная дочь осталась без наследства. Андрей не позаботился об этом. Студент лгитмика Андрей Краско успел во время учебы два раза жениться на однокурсницах. Актриса Наталья Акимова стала его первой женой. Неудивительно, что их брак быстро распался. Наталья ушла к другу Андрея Игорю Скляру. Второй раз Андрей женился на полячке Мириам Александрович, студент лгитмик. Воз не закончила, но родила сына Яна. Краско назвал его Иваном. Актер влюбился в другую девушку, бросил свою жену и сына. Даже сын не стал помехой для расставания. Официально супруги развелись только через 26 лет. Не хотели заниматься бумажными делами. За всю свою жизнь у Краско было много женщин. Он дважды стал отцом. В 1997 году гражданская супруга Маргарита Звонарева подарила ему второго сына, Кирилла. У него родилась еще дочь, Алиса, но официально ее признавать не хотел. О ней узнали только в 2006 году, когда актер уже умер. Каролина Фатьянова, мама Алисы, четвертая женщина Андрей Краско. С ней он познакомился через ее отца, с ним актер вместе служил. Каролине было всего 21 год и у нее был маленький сын, а Андрею было больше 40 лет. Девушка ответила взаимностью на ухаживание Андрея. Родители Каролины долгое время всячески отговаривали от отношений с актером, но позже смирились с выбором дочери. А она потом страдала и терпела многочисленные измены любимого, пыталась научить его бороться с алкоголизмом. Оказывается, пока не были в отношениях, он успевал встречаться со своей бывшей гражданской женой Еленой Шевченко. Женщины знали друг о друге, иногда случались конфликты между ними. Когда Шевченко звонила актеру домой на стационарный телефон, молодая девушка страшно ревновала Андрея, иногда сама старалась вывести его на ревность. Но актер догадывался о мифическом сопернике и не переживал. Андрей Краско страдал от алкоголизма. Даже статус востребованного актера не давал стимула, чтобы бросить эту вредную привычку. У Андрея была мечта, дочка от Каролины. Хотела назвать ее в честь своей первой любви, Марии Тхаржевской. У Каролины такого желания не появилось. Она стала размышлять о том, что с актером у нее нет будущего. Он очень много пил. Девушка отвратительно себя чувствовала рядом с вечно пьяным актером. И однажды Каролина ушла, без предупреждения, среди ночи. А через некоторое время узнала о своей беременности. Андрей о беременности узнал от подруги Каролины и спросил у нее. После этого пара воссоединилась, но вместе они не жили. 15 сентября 2003 года Каролина родила дочку Алису. Андрей был на съемках в Вильнюсе. Актер был настолько рад, что целых два месяца отмечал рождение дочери. Первый раз свою долгожданную дочь он увидел только через несколько месяцев. Алиса не часто общалась с отцом, ведь в последние годы жизни он постоянно пропадал то на съемках, то на гастролях. Поэтому с дочкой артист виделся лишь тогда, когда приезжал в Москву. 4 июля 2006 года Андрей Краско умер прямо во время съемок под Одессой. Алисе было почти три года, у нее почти нет воспоминаний об отце. Остались только черно-белая фотография и плюшевый мишка. Правда, вместе с мамой Алиса пересмотрела все фильмы и интервью с участием Краско и знает, каким человеком он был. Алисе исполнилось 18 лет. Она стала похожа на Андрея Краско. Сейчас девушка с мамой и братьями живет в Барселоне и, как великий Гауди, мечтает стать архитектором. Дочь Краско даже не собиралась становиться актрисой, но есть творческие способности. Алиса развивает свои музыкальные данные, записалась на курсы игры на гитаре. Ивану Краско досталась процедура деления наследства сына. Его наследство поделили между его бывшими женами и детьми, но забыли об Алисе. Это произошло потому, что Андрей не нашел времени записать дочь на себя. И в ее метрике в графе отец стоит прочерк. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.